Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Прихожане после молебна обошли всю строительную площадку Во главе двигался отец-настоятель, окропляя строение и саму землю святой водой Новую церковь, как уже было упомянуто, осветят в честь Сретения Господня Кстати, когда только решался вопрос о строительстве, собор планировалось осветить иначе Изначально мы ведь давно планировали постройку храма Мы хотели, чтобы храм был в честь всех русских святых И как-то вот думали, что это будет хорошо, и храма этого не было И когда я пошел к владыке Арсению с этим вопросом, он говорит, владыка, так и так Мы хотим построить храм в честь всех русских святых А вы, говорит, опоздали, говорит, уже такой храм строится Скоро даже уже будут в нем службы Но я немножко расстроился, владыка говорит Постройте в честь Сретения Господа, потому что ни одного престола в Москве нет И действительно нет, потому что Сретенский монастырь, он в честь Сретения иконы Владимирской Божьей Матери А тут не в честь праздника 20-го Мы очень обрадовались, ухватились за это благословение И вот, слава Богу, уже заложили камень Уже он фигурирует именно как храм Сретения Господня Единственное пока в Москве Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам христианской церкви В этот день она вспоминает важное событие в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа По преданию, когда Богомладенцу исполнилось 40 дней Его, как было принято у иудеев, принесли в Иерусалимский храм По закону Моисеева, до этого срока женщине, родившей младенца мужского пола, было запрещено входить в Дом Божий Когда же приходил назначенный день, мать приносила Господу благодарственную и очистительную жертву Пресвятая Дева не имела нужды в очищении, однако по глубокому смирению подчинилась предписанию закона В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон Много лет назад ему было откровение о том, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя По внушению свыше благочестивый старец находился в храме в то самое время, когда Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник вошли туда со своим сыном Симеон Богоприимец взял младенца на руки и, восхвалив Господа, извлек пророчество о Спасителе мира И ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яковидисти, очи мои, спасения твои, ежи и сил готовы при лице всех людей, свет в откровении языков и славу людей твоих, Исраиля Вот это такое событие, оно символизирует связь неразрывность Завета Ветхого и Завета Нового Это очень важно, потому что некоторые думают, что одно от другого отстоит монументально, никак не саприкацией На самом деле Ветхий Завет именно раскрывается посредством Нового Завета Не наоборот, а именно так Изучая Новый Завет, мы вполне понимаем, раскрываем Завет Ветхий Расскрывает все в своей полноте Потому что в Новом Завете исполнилось все, что было предназначено в Завете Ветхом Так как строительство храма подходит к концу, приход уже начал разработку проектов внутреннего убранства и росписи Уже известно, что несколько фресок будут посвящены объединению двух ветвей православия Русской зарубежной и Русской православной церквей И даже, наверное, сделаем фреску, где изобразим святейшего покойного патриарха Алексея Пторага И покойного митрополита Лавра И уже есть у нас наброски этих фресок Ну, пока мы еще и согласовываем, думаем Но это обязательно, это событие будет отрежено на стенах храма Строящийся собор входит в храмовый комплекс святого праведного Иоанна Кронштадтского Из его окна открывается вид на небольшой деревянный храм Освященный в честь этого выдающегося церковного деятеля Он был построен 10 лет назад и пока что является единственным действующим храмом на весь район Жулебина В котором проживает более 216 тысяч человек Хотя снаружи храм кажется довольно просторным, на самом деле это совсем не так И по выходным и на большие праздники людям частенько приходится стоять на улице Поэтому сложно представить их радость, когда они узнали о возведении новой святыни Храм рассчитан на 300 человек и потому никак не может вместить всех желающих посетить службу Ведь по выходным только детей на причастие приходит более 600 К тому же церковь деревянная, то есть зимой здесь холодно, а летом душно и жарко Несколько лет приход пытался получить разрешение на строительство Но решить непростую ситуацию стало возможным лишь благодаря программе 200 Храм существующий очень маленький, микрорайон Жулебина огромный Всех желающих просто невозможно было вместить в храм Но все упиралось в отсутствие разрешения Вот, к счастью, появилась эта программа строительства 200 храмов Строители проявляют огромное мастерство и умение Потому что достаточно сложная архитектура, достаточно сложный храм Но тем не менее, вы сами видите, какие красивые апсиды построены Какие красивые поднимаются окна, оконные проемы Достаточно много работ подземных, которые не видно сейчас Там у нас два цокольных этажа, технический этаж Цокольный этаж, где будет конференц-зал, где планируется проводить какие-то лекции, встречи, концерты То есть для того, чтобы храм стал духовным центром Выхина Жулебина, вот этого всего огромного района Возле храма разбит чудесный цветник И при первом взгляде на него даже не верится, что он сделан силами прихожан А не стороннями какого-нибудь ландшафтного дизайнера Кстати, цветочная композиция меняется каждый год Да, это у нас здесь есть прихожане Это семья Я вижу их постоянно, трудящихся здесь Вот они ухаживают за цветами Все это их руками Заборчик вот этот, загородочка И цветочки все создают вот этот уют Недавно возле церкви появилась большая нарядная детская площадка На ней маленькие прихожане могут поиграть после службы Замечательно, что она была построена благодаря средствам и усилиям одного из прихожан И уже стала любимым местом прогулок всей детворы района Хочется пожелать новому приходу Сохранить творческий, возвышенный, духовный настрой Такой же, как рождает чудесный колокольный звон Разносящийся по окрестностям и созывающий прихожан на воскресную службу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok